Польша всегда очень близка нам, близка географически. Территориально ближе, но не морально. Душевно тепло, поляки рубят резко, все для них русские, но если они вас полюбили, то полюбили всем сердцем и все. Польша, она такая, очень разнообразная. Все, что по западной и по северной границе, это только полякам не говорите, что это Германия, потому что они знают, что это Польша. Правда, в Селезии, в западной Польше, не говорите им, что они поляки тоже, потому что они селезцы, они не поляки, они не немцы. Шикарный город Вроцлав, изумительный, в немецком стиле, очень красивый, очень прекрасный. Чуть дальше есть Познань, с которого легко добраться, допустим, до Германии, но вот в Польше он так особняком стоит. На север, если мы поднимаемся, то Гданьск. Все такая немецкая культура, немецкая атмосфера этих городов. В Южной Польше она больше напоминает Галицию нам. Что хорошо в Южной Польше? Горнолыжные курорты, закопаны. Отдых в закопанах, если его правильно продумать и организовать, стоит дешевле, чем в Еремчах, в Буковелле и где бы то ни было. Дешевле, гораздо лучше комфорт, гораздо более приятно все, лучше спуски. Я не катаюсь на лыжах, но те, кто ездит, говорят, что спуски гораздо лучше. Только нужно запланировать. Когда подъезжаете к Польше, сразу видите характерные маленькие домики, аккуратные с красными крышами, ровные кустики, лужаечки перед домиками, ландшафтный дизайн на высшем уровне. Очень верующие люди, ты заходишь в храм, ты прям чувствуешь эту атмосферу. Последний раз я попала именно на субботу. Практически у всех костелах свадебные звоны. Заходить можно абсолютно любому, поляки это очень приветствуют. В свадебной церемонии обязательный момент, когда они молятся и поют «В мир о всем мире и в счастье во всем мире». В этот момент они все начинают целоваться, обниматься, абсолютно незнакомые люди. На праздники, если вы не знаете, чем себя сами занять, лучше вообще не ездить. То есть закрыто все, потому что все католические праздники, все национальные праздники, польские, это все, это просто мертвый сезон. Краков – это такой уверенный, состоявшийся, такой солидный мужчина, у которого вот как-то все понятно, все в порядке, все серьезно. К сердцу Одессита Краков понятнее. То есть он более такой компактный, он уютный, параллельно, перпендикулярно, все не заблудишься никогда в жизни. Очень камерный, очень маленький, очень древний город. Его улочки настолько завораживают. Это культурный центр Польши. Город похож на волшебный замок. Предлагают женский вариант пива с малиновым сиропом. Распространены велосипеды как средство передвижения. Поляки – очень такая нация патриотическая. Нам будем поучиться, конечно, и поучиться. Они в этом смысле потрясающие. Вавельский холм, там, где похоронены все польские короли, там кафедральный костел, там роскошный саркопак королевы Едвиги, такой из белого мрамора, куда все студенты приходят. Вавель восстанавливался действительно по кирпичам. И там есть стена кирпичики, она так называется, вы когда подходите к Вавелю, стена, состоящая просто вот на ней, на каждом кирпичике написано, кто сколько пожертвовал кирпичей на восстановление этого важнейшего для них места. Где вы можете погулять сами и, в общем, получить действительно удовольствие – это еврейский квартал Хасинишка. Тот вид жизни евреев, который вы не увидите в Иерусалиме. Здесь вот как-то более модерного, но в то же время это умирающее. Там нет фактических жителей, но там есть много музеев, там есть остались старые таблички сапожников, старых ткачей, прямо ресторанчики со старыми ткацкими машинками за столиками. Весь этот антураж присутствует, это как бы то еврейство, которое ближе к нам. Пеличка – это огромные соляные пещеры. Спускаетесь под землю, комфортная, достаточная температура, вырубленные залы из соли, скульптуры из соли, методы, как добывали соль и чем добывали соль в старые времена. Огромный зал венчании, в котором можно спуститься под землю, и там есть ученик, который может поженить пару. Пробокни. То же самое, соляная шахта, где можно индивидуально ходить, и там современный музей, что очень важно, с современными инсталляциями. Они показывают, как добывалась эта соль, как там работали шахтеры. Можно поехать в Освенцим. Музей Шинтер – это та фабрика, на которой работали вот эти евреи, которых он спасал. Музей фармации. Четыре этажа, сумасшедший чердак с какими-то невероятными травами. Чувствуете себя каким-то Гарри Поттером, потому что там просто вот, хоть бери сейчас заклинание, делай. Действительно очень такое любопытное место, очень яркое. И обязательно пойдите в одно фантастическое место. Обязательно пойдите в музей Черторыйских. Он находится в самом центре города, в двух шагах от Флорианской улицы и Флорианских ворот. Это место, где собрано совершенно потрясающее достояние, собственно, этой семьи, Черторыйских. Там хранится их самая большая ценность, наверное, самая большая польская ценность – Леонардо да Винчи «Дамы с горностая». Хранится одна картина Рембрандта. Там потрясающий античный зал под стеклянным куполом для античной скульптуры. Это, конечно, волшебство. Длиннющее здание, которое перерезает пополам их главную площадь, площадь рынок. Называется Сукенница. Оно все состоит из арок. Арочки, арочки, арочки. То есть оно такое совершенно волшебное, какое-то такое желтенькое с теми белыми арками. Внутри торгуют всякими сувенирами, торгуют янтарем, какими-то мехами. На втором этаже там музей польской живописи. Там грандиозные картины Яна Матейка на всю стену, такие немыслимые. Само это здание, оно тоже какое-то просто произведение искусства. На этой же площади есть башня ратуши, на которую можно слазить и оттуда пофотографировать город, центр города. На этой же площади есть место, где встречаются все поляки, все назначают там свидание. Памятник Адаму Мицкевичу, и они все говорят, встречаемся под Атесси. Мариатская базилика, то есть костел, посвященный Деве Марии. У него две разного уровня башни. Купол у нее как звездное небо, фантастическое, действительно. В ней деревянный алтарь, который делал тоже знаменитый мастер. Фигуры деревянные по три метра там высотой. Там целая легенда, грустная история по поводу того, что там два брата строили эти башни. В общем, один построил свою башню, а второй стал строить выше. И первый брат, значит, позавидовал, убил своего второго брата, а потом сам сбросился с этой башни. В общем, все умерли, как обычно. Это действительно очень такое для поляков важное место, они очень католические нации. Мариатская базилика – это такой вот центр католичества, можно сказать. Обязательно окажитесь под Мариатской базиликой в ровный час. Входит живой человек-трубач и играет гимн города, причем гимн старинный. И прелесть в том, что это тоже древняя их легенда. Когда-то, когда еще монголо-татары напали на… уже добрались и до Польши, татарская стрела попала в горло этому трубачу, и он вот на одной какой-то ноте вот эту мелодию перестал играть. И вот на этой же ноте каждый раз они прекращают играть этот гимн. Университетский квартал, Ягелонский университет, как у нас, наверное, кварталов 5-6. Там свои вот эти памятники Копернику, молодые студенты тусят по-своему, как-то хип-пари есть местные. Варшава – это прекрасный, развитый европейский город с широкими улицами, с выделенными дорожками для велосипедистов. Кстати, это город, где очень уважают велосипедистов. Не где велосипедисты-короли, а где их просто уважают. Это все-таки Варшава, не Амстердам. Варшава – город с прекрасными парками, с прекрасной архитектурой, с огромным количеством музеев. Причем музеев самых разнообразных. Даже если вы не любите музеи, в Варшаве можно найти музей по вкусу. Почему-то у сердца мнение, что Польша – это Краков, Варшава – это просто столица, смотреть не нечего. Это не так. Варшава – прекрасный город, и его обязательно надо посетить. Варшава – это Берлин. Но Берлин не такой сухой. Варшава – она более душевная, чем Берлин. И там действительно есть за что этот город полюбить. То есть, начиная от приветливых людей и заканчивая белок, которые спускаются с дерева, лезут тебе по ноге, а вдруг у тебя в кармане есть орешек. В Варшаве очень много храмов, католических костелов. Каждый костел отличался. Везде абсолютно разные интерьеры, абсолютно разное наполнение. В Варшаве – зоопарк под открытым небом. Бурые мишки, дружицы, махали лапками. Куда ехать и как добраться? Ну, безусловно, в Варшаву есть самолет из Одессы. Можно лететь на самолете. Можно добираться более экономным вариантом. Более экономный вариант выглядит следующим образом. Нужно добраться до Львова. Со Львова есть несколько возможностей попасть в Польшу. Все зависит от того, куда вы хотите поехать и что посмотреть. Из Львова можно на такси добраться до ближайшего пограничного пункта, перейти его пешком и там на той территории сесть. Это будет стоить, по-моему, около 5 долларов. Может, я сейчас ошибаюсь, может, чуть дороже. Доехать до границы. Перейти на ту сторону, и там вы уже пользуетесь местным транспортом, не платите за международный переезд. Единственное, что я вам посоветую, если вы будете ехать, и там вот на Перемыш, с Перемышля очень сложное сообщение, нужно посмотреть на сайте польской железной дороги, пкп.пл, расписание поездов. Там все понятно, если вникнуть. Можно уехать другим способом. Можно уехать на тот же Краков. Это порядка 200 с чем-то, ну, до 300 гривен. Из Львова автобус, который, по-моему, за часов 8 с простоями на границе вас довезет. Можно уехать на Варшаву, на Люблин. Это такое более северное направление. Можно уехать, есть ночные автобусы на Вроцлав. Вроцлав – это западное направление. Фактически, вот, что до Варшавы, что до Вроцлава, хотя между Варшавой и Вроцлавом достаточно большое расстояние, в принципе, автобус едет ночь. Как правило, это ночные. До Кракова есть там дневные какие-то, как правило, едет ночь. До Вроцлава это 470, по-моему, гривен. Вроцлав тем хорош, что если вы планируете ехать дальше, куда-то, то в Вроцлаве очень много, очень хорошее сообщение дальше с Европой. Автобусное. Очень много автобусов, которые идут. Автобусное.